Снова к событиям в Латвии. Музеи, кинотеатры, библиотеки, зоопарки готовятся к открытию и возвращению посетителей. Но их посещения и все культурные мероприятия должны проходить с соблюдением мер безопасности и пока существенными ограничениями. Когда, где и как можно будет культурно отдохнуть, узнала Галина Сладоник. Если бы не чрезвычайная ситуация, то завтра состоялась бы традиционная ночь музеев. Но уже совсем скоро любители искусства смогут пройтись по гулким залам и галереям. Во вторник, 19 мая, откроются Латвийский национальный художественный музей и два его филиала. Впрочем, с ограничениями по безопасности. Что должны соблюдать наши посетители? Ну, во-первых, то, что они должны быть здоровы, когда они приходят в музей. Мы не будем проверять температуру, мерить. Но если наши сотрудники увидят, что посетитель с какими-то особыми признаками болезни, тогда все-таки мы имеем право не пустить музей. В главном здании музея могут одновременно находиться не более 50 посетителей. В Рижской бирже — 45, а в Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна — 25. Посетители должны соблюдать дистанцию, маски не нужны. Если там у этой картины кто-то уже стоит, например, и смотрит, ну, тогда не надо там присоединиться, немножко подождать. Вестибюль Замка Света выглядит непривычно. Здесь с дистанцией в два метра установлено 50 столов. С 26 мая в библиотеку смогут вернуться читатели. Но для них пока будет открыт только первый этаж. Каждому читателю перед посещением библиотеки надо пройти регистрацию в интернете. Система регистрации будет готова на следующей неделе. И надо будет резервировать книги и печатные издания. Время работы — до трёх часов. В первую очередь мы будем обслуживать тех читателей, которые планируют посетить библиотеку для учёбы или исследований. Минимальный возраст — 16 лет. Маска для посетителей не обязательно, но рекомендуется. Будут доступны средства дезинфекции рук. Если у работников будет основание думать, что у какого-то посетителя есть симптомы простудного заболевания, человек кашляет, чихает, то у нас будет право этого человека не пустить в библиотеку. Или попросить уйти. Книги после использования будут отправляться на карантин в отдельный ящик на 78 часов. Ведь книги тоже могут передавать вирус. В кино — на машине. Два бесплатных киносеанса пройдут на крыше торгового центра «Альфа» на следующей неделе, 21 мая. На страничке мероприятия Facebook зарегистрировались уже более 4 тысяч желающих. Но число мест значительно меньше. Билеты разыграют в лотерее. У нас будет ограниченное число машин — 140. На каждой машине будет предусмотрено специальное место, чтобы соблюдать дистанцию в два метра не только между людьми, но и машинами. В машине может находиться не более четырёх человек и только из одного домохозяйства. Во время киносеанса из машин выходить будет нельзя, за исключением посещения туалета. За соблюдением порядка и ограничений проследят охранники. Люди смогут сообщить, что хотят посетить удобство с помощью сигналов фарами автомашины. Это нужно для контроля, чтобы не все одновременно отправились в туалет. Если киносеансы пройдут успешно и зрители будут вести себя дисциплинированно, то на этой крыше будут проходить различные развлекательные мероприятия каждые две недели. 19 мая во вторник возобновятся киносеансы в малом зале Splendid Palace. В кинотеатр пускать будут не более 25 зрителей и у каждого измерят температуру. В этот же день, 19 мая, планируют открыть свои двери для посетителей и Рижский зоопарк.